Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Хайтек. В этом видео снова уроки по DaVinci Resolve Studio. Как получить полную версию, думаю, вы сами догадаетесь и сможете найти себе полноценную лицензию. Автоматизированные субтитры с помощью этой замечательной программы. Как же это сделать? Во-первых, у вас должна вот такая версия Studio быть и, соответственно, сам видеоролик. Давайте посмотрим сразу на конечный результат и как этого добиться. Есть у меня вот такой вот видеоролик из игры Minecraft, из летсплея, да, и автоматически созданные субтитры. Давайте перейдем сюда и посмотрим, как это дело выглядит. С вами Unreal Игры и добро пожаловать на Minecraft с модами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и сегодня мы будем... Вот таким образом у нас будут выглядеть субтитры, причем полностью автоматически. Давайте рассмотрим, как же их сделать. Итак, закидываем видео в монтаж и далее, что нам нужно сделать. Желательно, конечно, ограничивать то место, которое будет с субтитрами. Если его тут не ограничить, например, вот так, вход и выход, то если у вас здесь еще видеоролик будет час продолжаться и титры сделаются на весь видеоролик. Или сколько у вас там, в общем, выставлено. У меня ролик вот такой вот длины, где-то 7 минут. И что нужно сделать, чтобы у нас получились субтитры. Выбираем временная шкала и здесь и ищем создание субтитров. Нажимаем. А здесь оставляем все так, все, в принципе, должно работать. Нажимаем Create. После чего происходит сканирование и нейронная сеть обрабатывает видео. И, соответственно, с какой-то определенной скоростью, чем лучше у вас процессор и видеокарта, тем будет быстрее. Создаются автоматически субтитры. Их, кстати говоря, можно будет подредактировать при желании. Бывает так, что они могут, например, в вертикальное видео не влазить, например. Это уже можно вручную подредактировать. То есть, если какие-то слова вы говорите в видео, то, скорее всего, программа их распознает и точно прямо установит так, как нужно. Но есть одна небольшая загвоздочка, которую стоит обратить внимание сразу. Когда вы делаете экспорт, если мы вот так возьмем, сейчас сохраним видео, то вот этих титров в видео не будет. Если кое-чего не сделать. Давайте сразу на это посмотрим. Выбираю я вот это. Например, MPEG-4. Ну, здесь оставляйте, как вам нужно. Например, мне Full HD. Там можно 4K поставить и так далее. Смотрите, проматываем вниз. И нам что нужно? Настройка субтитров. Прям вот обязательно. Экспортировать субтитры. И выбираем встроенные в вшитые видео, насколько помню. И добавляем в рендер. Вот. Давайте проверим сразу и посмотрим. Да. Все сделали правильно. И теперь титры у нас остаются. Отменяем. Отменяем это дело и возвращаемся в монтаж. А в принципе, наверное, на этом все. Да. Но давайте покажу вам просто, как можно их редактировать. Они вот появляются на отдельной видеодорожке. И, соответственно, вот тут вот в инспекторе, в видео, мы можем как раз-таки подредактировать их. Например, либо изменить то, что здесь написано. Да. Потому что, ну, мало ли, все-таки компьютер может ошибиться. Хотя, учитывая то, что он очень хорошо схватывает даже русский язык. Если, например, вам нужно что-то изменить с текстом, да, нажимаем вот сюда, Customize. И здесь, соответственно, можно или размер изменить, как вы любите, шрифт и так далее. Много всего здесь можно поменять. На этом все, друзья. Пока. Ставьте лайки и подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok